но вообще вы легко обламываетесь то есть вот легко вас как-то узнаете и есть человек который вот он себя вот несет это как там хоть вот майкл джексон упомянутый он был весь в каких-то всегда в сомнениях не нравилось что он черный да что я страшно мнительный человек очень-очень да да и как но это меняет меня это очень мучает мне как вас складывается с прессой тогда а с прессой вы знаете периодически не складывается так периодически приходится обламывать и себя и их почему потому что не на все не на не на все я знаю ответы сам как человек они в они меня просят почему и оттуда жены почему понимаете вот так случилось так звезды встали и на иногда просто хамство лезет неприкрыта я тоже этого не приемлю. Иногда бывает глупость непроглядная. А иногда бывают очень интересные встречи и запоминающиеся диалоги. А это, знаете, как с человеком. Пресса, это же люди, как сказал Оскар Уальт, по журналистике, это организованное злословие. Поэтому я готов идти на образуру против этого войска, но я понимаю, что мы все находимся по одну сторону баррикад все равно. Мы все равно друг друга должны поддерживать так или иначе. Потому что журналисты без скажем так персон из политики или спорта, там, искусства и так далее, они жить тоже не могут. Они о чем будут писать? Ни о чем. Ну, кстати, действительно, я тоже считаю, что политика, упомяну, это тоже шоу-бизнес. О, еще какой! Это выше, это выше, конечно. Это конек. Да, смотришь на некоторых. Я с удовольствием смотрю, просто аплодирую порой. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24.